Сегодня в программе Мастер Дела. Умные жалюзи с солнечными батареями как способ в корне переосмыслить энергосбережение. Как космические технологии позволили украинским инженерам совершить прорыв в автономной генерации электричества? Смогут ли эти жалюзи давать энергию в условиях широт с коротким световым днём? ZUE TV решила устроить свою проверку одному из самых амбициозных украинских проектов последнего времени. Мастер Дела. Сумма технологий – это одно из ключевых понятий технического прогресса. Что будет, если в прошлом вдруг окажется современный человек? Причём не в далёком, а всего лишь в 19 веке. Понятно, что мобильный телефон – недостижимое технологическое чудо по меркам того времени. Однако 150 лет назад лучшие мастера даже не смогли бы пошить такую уже обыденную для нас одежду путешественника. А всё потому, что она тоже продукт суммы технологий – от конвейерного производства до синтетических материалов. Основные глобальные открытия, которые перевернули мир, совершились в 20 веке. Но их было настолько много, что человечество до сих пор не может воспользоваться ими в полной мере. Например, учёные уже больше 60 лет точно знают, как работает термоядерный реактор внутри Солнца. Всё же построить его на Земле оказалось невероятно сложно. Людям просто неизвестны материалы, способные выдерживать такие огромные температуры. Вместо этого инженеры пытаются создать специальное магнитное поле, которое не давало бы растекаться раскалённой плазме. Между тем, рано или поздно, благодаря какому-нибудь открытию в смежной сфере науки, прорыв свершится. Так случилось с солнечными батареями. Стеклянные здания будут расти везде. Внутри них будут проходить фотохимические процессы, которые до настоящего времени были неведомой тайной растений, но всё это будет освоено человеческой цивилизацией. Это цитата из выступления итальянского учёного Джакомо Чамичано 1912 года. Он даже собирал первые прототипы солнечных батарей, но создать полноценные рабочие модели люди смогли лишь 40 лет спустя для космических спутников. Тогда о бытовом применении энергии Солнца и речи не могло быть, а сегодня поля, целые поля солнечных батарей обеспечивают электричеством города. Всё потому, что сумма технологий на много порядков упростила и удешевила давние изобретения. И сегодня те самые батареи с космических спутников помогли украинским инженерам совершить прорыв в солнечной энергетике. Солнечные панели стали в 100 раз дешевле, чем 50 лет назад. Они стали более эффективны, минимум в 10-15 раз. Поэтому сегодня это тот момент, когда образно технологии находят внедрение. И моя задача здесь — предоставить решение наиболее качественное и доступное. Евгений Эрик — глава украинской команды изобретателей, которая разработала первые в мире умные жалюзи с солнечными панелями. Но самое главное — она уже смогла внедрить их как готовое технологическое решение, доступное миллионам людей по всему миру. Наверное, сейчас стоит вопрос больше не об инновациях, а внедрений. То есть, на примере даже тех же электромашин. То есть, они были придуманы 100 лет назад. И только сейчас, за последние десятилетия, мы видим, как бурно растет электрификация нашего автопрома. То же самое с жалюзи. Какие технологии легли в основу умных жалюзи? Сколько энергии может дать один квадратный метр панелей и будут ли они работать вечером? Наконец, чем украинские разработки интересны Европейской комиссии и Национальному космическому агентству США НАСА? Обо всем этом далее в программе. Мастер дела уже рассказывал о том, как люди, просто решая возникшие у них проблемы, становятся изобретателями. Точно так же Евгений несколько лет назад крепко задумался над энергосбережением для собственного дома. Я к этому пришел как пользователь с инженерным подходом. То есть, я понял, что я не могу смонтировать солнечные панели у себя на крыше. То есть, это долгий затратный процесс, их сложно обслуживать на крыше. Вот, снег и все прочее. То есть, плоскость окна оказалась очень интересным решением. Евгений говорит, что перепробовал прозрачные солнечные панели не менее 20 разных производителей. Главная проблема была в том, что в течение дня окно оказывается в оптимальном положении относительно солнца совсем ненадолго. Коэффициент полезного действия таких батарей очень низкий, всего от 4 до 6 процентов. Напрашивалось решение сделать регулируемые панели, которые можно повесить на окно. Почему бы не жалюзи? Однако простая идея оказалась поначалу очень сложной в исполнении. Мы начинали с первой модели, которая работала на поликристаллических элементах. То есть, они были самые дешевые, производство Китая. Но потом мы выяснили, что 80 процентов непригодны для жалюзи. То есть, оно хрупкое, оно требует конструкции из стекла. Стеклянные жалюзи, которые не провисят на окне и месяце, разумеется, нонсенс. Однако Евгения технологические препятствия только вдохновили на поиски. И он нашел решение. Как это делается? Сегодняшняя офисная жалюзи уходит корнями в середину 19 века. Тогда в США запатентовали и стали массово устанавливать деревянные горизонтальные жалюзи. Лишь в 1940-х сумма технологий позволила использовать в конструкции тонкие и легкие металлические пластины. Однако, чтобы встроить в них фотоэлектрические преобразователи, потребовалось еще 70 с лишним лет прогресса. Сама идея сделать солнечные батареи, которые поворачивались бы за солнцем, в подсолнухе совсем не нова. Были какие-то попытки что-то создать, но это были даже не жалюзи, это были просто большие солнечные панели с трекерами, которые пытались смонтировать на ИИ, на больших зданиях, как в качестве эксперимента. Но это не было продуктом, который можно предоставить обычным людям, которые живут в многоэтажках. В этом заключался самый серьезный вызов – установить на жалюзи солнечные панели со спутников, но при этом не с космическими затратами. Если бы Евгений попытался решить эту проблему еще 10 лет назад, его, скорее всего, постигла бы неудача. Раньше технологии были запредельные по цене и в основном только использовали для космоса. То, что мы используем сейчас, оно вышло на рынок буквально последние 5 лет назад. В итоге мы пришли к материалам, которые ранее не были представлены на рынок, то есть это гибкие модули, монокристаллические. Сегодня в основе любого фотоэлектрического элемента лежит кремний. Но главный вопрос – какая у него структура? Поликристаллические батареи собраны из множества разных фрагментов, а монокристаллические – из специально выращенных кристаллов кремния. Эту технологию действительно придумали для космоса. Коэффициент полезного действия лучших монопанелей достигает 38%, что в два раза лучше, чем у полипанелей. Евгению же было нужно, чтобы они вдобавок были бы еще и очень тонкими, гибкими, устойчивыми к повреждениям. Солнечные батареи именно с такими характеристиками несколько лет назад никто в мире не производил. Так что пришлось сформировать индивидуальный заказ. На сегодняшний день те панели, которые мы используем, их КПД 22%, то есть это топовые в индустрии, которые есть на сегодняшний день. И эти модули, они отличаются тем, что даже если он словно там в 10 или 20 местах, он продолжает работать. Сегодня специальная медная подложка, и сверху идет напыление. То есть они совершенно по другой технологии сделаны, которая, ну, раньше была не массовая. Кроме того, панели последних моделей покрыты пленкой, которая сама затягивается после царапин под влиянием солнечных лучей. Остальное оказалось лишь делом техники – собрать легкий металлический каркас, собственно, жалюзи с электрическим мотором для регулировки. В 2015 году Евгений и собранная им команда инженеров представила разработку на одной из мировых краудфандинговых платформ и собрала более 100 тысяч долларов вместо заданных 50. По словам Евгения Эрика, украинский проект разбил один из главных стереотипов о солнечных батареях, будто бы их имеет смысл ставить только в южных странах, где солнце чаще находится высоко, а в году хотя бы 200 ясных дней. Конструктор утверждает, его жалюзи могут давать ощутимое количество энергии даже зимой, даже в такой относительно северной стране, как Украина. Вы же понимаете, что зимой солнце находится очень низко, и обычные солнечные панели установлены на крыше крайне неэффективно его ловят. Жалюзи прекрасно работают и в зимний период времени тоже. Зюэй ТВ решила проверить, так ли это на самом деле. В середине декабря в Киеве солнце едва выглядывает из-за зданий в центре города. Чтобы усложнить задачу, выбираем период перед закатом, около 4 часов дня по зимнему времени. Но что, есть контакт? На самом деле рассеянного солнечного света достаточно для где-то 20-30% генерации. То есть вот сейчас прямого света нету, тем не менее, ну вот показывает около 20-18 вольт панель. Вот мы можем проверить, подключив там мобильный телефон, как она заряжает. Евгений говорит, что при прямых солнечных лучах этот сегмент джалюзи сможет выдавать мощность порядка сотни ватт и обеспечивать энергией 3 ноутбука. А здесь точно нет скрытого источника энергии. Вот если, например, даже чуть-чуть закрыть, то все, сразу 8 вольт, то есть оно 6 вольт. То есть я закрываю, оно сразу падает. Телефон при этом заряжается. Если я выхожу из тени, то получается напряжение поднимается. Самое главное, как вы видите сейчас, то есть сейчас уже вечер, как бы зима, то есть угол солнца очень низкий, вот, и панели не могут эффективно ловить солнце, находясь на крыше под таким углом. Только на окне можно добиться вот методом слежения за солнцем, то есть жалюзи следят за солнцем, они выставляют угол, он оптимальный для генерации. Именно так. Украинские жалюзи еще и умные, то есть способны подстраиваться под солнце без вмешательства человека. Регулировать их можно и самому, с помощью встроенного пульта или специального приложения для смартфона. Однако Евгений задумывал солнечные жалюзи именно как элемент умного дома. Автоматизация — это то, что в домах будущего стоит на первом месте, то есть это все датчики, которые слеживают перемещение там по дому и так далее. То есть вы заходите в комнату, жалюзи открываются. Покидаете, уходите на работу, жалюзи закрываются, генерируют энергию и сохраняют тепло вашего дома. То есть здесь именно преимущество от объединения технологий. Но разве все эти ухищрения стоят того, чтобы обеспечивать энергией три ноутбука? Евгений не раз задавал себе этот вопрос во время разработки. Не станут ли его солнечные жалюзи одним из тех перспективных, но не востребованных проектов? Ответ он нашел в самом популярном домашнем приборе современности. Люди по мере улучшения своих материальных положений ставят кондиционеры, и это критическим образом влияет на затраты на эту энергию. В целом, мы анализировали рынок США, около 45% энергии всей в США тратится на кондиционирование. Жалюзи в этом случае, как бы, это оптимальное решение, которое и генерирует энергию, и сокращает потребление на кондиционирование. В жарких странах это может быть в 10 раз. Все потому, что жалюзи естественным образом перекрывают солнце, плюс вырабатывают энергию для кондиционера. Такое изящное решение сделала проект Евгения Эрика экологическим. В октябре 2017 года Европейская комиссия профинансировала украинские солнечные жалюзи в рамках первого этапа программы Horizon 2020 SME. Это самая масштабная инициатива Европейского Союза по стимулированию науки и инноваций, рассчитанная на 2014-2020 годы с бюджетом около 80 миллиардов евро. Цель программы – максимально улучшить жизнь людей с помощью быстрого внедрения новейших технологий в самых разных сферах. Участие украинских стартапов в конкурсе стало возможным благодаря подписанному в 2014 году соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Программа рассчитана на несколько траншей. То есть первое – это именно проверка. Они нам дают эти 50 тысяч евро для того, чтобы мы осуществили первичные процессы, такие как сертификация продукта. У нас уже есть сертификация в Украине, мы сейчас подаемся на сертификацию ЕС. Далее это будет в том числе сертификация в Соединенных Штатах Америки. На самом деле то, что мы получили грант Horizon 2020 – это подтверждение того, что наш проект имеет перспективу. Евгений планирует участвовать в этой программе до конца и претендовать на дальнейшие транши от Европейской комиссии. Кроме того, украинским проектом заинтересовались в Singularity University, дословно «Университет сингулярности». Он расположен в знаменитой Кремниевой долине в исследовательском парке НАСА и был основан в том числе Рэем Курцвейлом – одним из самых влиятельных футурологов современности. Университет сингулярности приглашает на специальные курсы изобретателей со всего мира, а теперь уже из Украины. Они выбирают проекты, которые могут позитивно повлиять на жизнь миллиарда человек в течение 10 лет. И я провел 3 месяца работая в НАСА-ИМ-центре в Калифорнии. То есть для нас это было полностью то, что называется mind-changing experience. То есть то, что полностью поменяло наш взгляд на картину того, что будет происходить и как мы можем адаптироваться к этому. За последнее десятилетие с изобретением все новых технологий потребление энергии выросло в разы. А солнечные электростанции даже сейчас вырабатывают немногим более 1% электричества в мире. Украинские умные жалюзи позволят внедрить автономную солнечную энергетику повсеместно и ощутимо компенсировать растущие потребности. Евгений Эрик прекрасно понимает, что только он и его коллектив не справятся с такой глобальной задачей, поэтому предлагает потенциальным конкурентам включаться в процесс. То есть не то, что мы сделаем решение, которое только мы о нем знаем в лаборатории, и никому больше мы не с кем не хотим делиться. Мы наоборот, если кто-то хочет нам помочь или стать нашим конкурентом, мы готовы из них сделать нам партнера. Мы готовы предоставлять технологии для того, чтобы как можно быстрее это решение стало доступно глобально.